МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карнавальный триллер в Центре театрального мастерства прошел показ нового спектакля «Кодекс курильщика». Сегодня в Нижнем Новгороде в рамках Года Японии в России состоялся семинар управления проектами. Основным докладчиком стал кандидат технических наук Дзюго Саки Хироси, имеющий 30-летний опыт работы в IT-компании. На примерах инновационных проектов в бизнесе, осуществляемых японскими малыми и средними компаниями, он рассказал о способах решения задач, связанных с жизненным циклом и рисками проектного менеджмента. Я с 6 февраля нахожусь в России. Хочу сказать, что здесь немного холоднее, чем в Японии. В Нижнем Новгороде у меня проходит уже пятый семинар. Меня радует то, что российские бизнесмены проявляют очень высокий интерес к Японии и японским компаниям. Я с большим удовольствием делюсь своим опытом. Более 20 нижегородских гостиниц намеренно завышают стоимость на проживание в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Предприниматели в погоне за сверхприбылью рискуют нарваться на штрафы, поскольку это является административным правонарушением. Специально для гостей в ведомстве запускают горячую телефонную линию. С 19 февраля все вопросы, которые касаются защиты прав потребителей, принимают по номерам телефонов, которые вы видите на вашем экране. 437-08-70 и 432-87-67. Потребители могут проконсультироваться с телефоном горячей линии в управлении по вопросам, связанным с гостиничным обслуживанием и формированием цен на гостиничное обслуживание. Могут дать нам факты завышения цен, которые регулируются государством, обратиться по нарушениям продажи товаров символикой FIFA. Другим темам. Нижегородцам напомнили о самых аварийных участках дорог в городе. Сотрудники ГИБДД запустили акцию «Мобильный мемориал». Водителям наглядно демонстрируют, чем грозит несоблюдение правил дорожного движения. На одной из самых оживленных трасс в проспекте Гагарина установили эвакуаторы с разбитыми автомобилями. Только в районе остановки кинотеатра «Электрон» в прошлом году произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а на прошлой неделе там же под колесами автомобиля погиб пешеход. Всего, по оценкам дорожных полицейских, в Нижнем Новгороде около сотни очагов аварийности. Это некое, наверное, возвращение к опыту еще советских времен. Может быть, кто-то помнит по рассказам родителей, когда в местах ДТП устанавливались сбитые автомашины. Ну и, скажем так, водители, как правило, и снижали скорость, и были более внимательными, осторожными. Сегодня активисты общественной организации «Дорожный контроль 52» одели костюмы смерти, сделали плакаты, напоминающие о соблюдении правил дорожного движения. Этим самым мы хотим обратить внимание участников движения, водителей, в первую очередь, о неукоснительном их соблюдении, о дисциплине на дороге. К новостям культуры. Центр театрального мастерства продолжает знакомить нижегородцев с современной драматургией. Накануне на этой площадке показали новый спектакль «Кодекс курильщика» по пьесе Константина Стешика. Постановка режиссера Ивана Комарова стала победителем лаборатории современной драматургии школы-студии МХАТ в 2017 году. Нашей съемочной группе удалось побывать на прогоне спектакля и поговорить с одним из основателей независимой театральной площадки. Подробности в сюжете Екатерина Нитимова. В центре театрального мастерства идет прогон спектакля по пьесе Константина Стешика «Кодекс курильщика». Это не простая драматургия, а целый карнавальный триллер. Один из героев, Матвей, ходит по городу и убивает людей, не заслуживающих, по его мнению, права на жизнь. Пьеса исследует феномен страсти к насилию в современном обществе. Нужно понимать, что актеры в масках, нужно понимать, что существование, оно шаржевое, да, и, соответственно, все, что мы, текст тот, который звучит со сцены, нужно воспринимать легко. И там очень глубочайшая есть тема, которая, честно, ну, мою жизнь немного изменила. Актеры практически все время сидят на стульях. Реплики в адрес друг друга произносят, глядя в зал. Так появляется элемент интерактива. Этим ЦТМ и отличается от обычного театра. Зритель словно сам участвует в действии. После спектакля можно спокойно поговорить с его создателями. Конкретно в этой постановке заняты актеры из разных городских театров. Здесь происходит, наверное, то, что не происходит в театрах. Здесь вот эта новая драма, которой никто не занимается, занимается только ЦТМ. И вот благодаря этой лаборатории, которую сделал Александр Борисович и Женя, это очень круто, мне кажется. И когда вот приезжали все ребята из МХАТа, то здесь другая атмосфера была. Пространство ЦТМ пользуется большой популярностью у независимых театральных коллективов. Создатели центра Александр Сучков и Евгений Пыхтин развивают и другие направления. Учат актерскому мастерству и выпускают спектакли. ЦТМ является театром. Соответственно, у нас есть уже четыре спектакля, плюс наизнанка. У нас есть лаборатория, которая будет, мы даже объявили, что в следующем году пройдет вторая лаборатория современной драматургии. Это еще мы готовим фестиваль, мы готовим какие-то проекты, и там лекции мы готовим. То есть это свои проекты, они и спектакли, и досуговые, досуговые в хорошем смысле, конечно же, и образовательные. За полтора года работы Центр театрального мастерства показал множество спектаклей. Осенью здесь работала режиссерская лаборатория школы-студии МХАТ. Также успешно проходят вечера актерской импровизации наизнанку. ЦТМ уже нашел своего зрителя, но это скорее узкий круг. Часто здесь сталкиваются с простой неготовностью аудитории к современной драматургии и камерной атмосфере. Создатели независимой площадки хотят видеть в зрительном зале и новые лица. Наш сейчас путь, как бы, ЦТМ, это настроить диалог с публикой. То есть, да, вот, что, ну, современный театр, да, что такое, это камерная сцена. Это когда зритель очень близко находится к актерам и идет диалог. И вот этот диалог мы пытаемся сейчас настроить. Екатерина Анисимова, Илья Васенин, столица Нижней. Это все новости на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте. stmmedia.ru В студии работал Антон Ганин. Хороших выходных. До встречи, Офелик.